Сегодня мы продолжим с вами чтение первой книги «Никомах в этике», но сначала я хотел бы для вас коротко суммировать то, что мы успели прочесть в прошлый раз. Аристотель в начале книги говорит, что каждое занятие или действие, которое предпринимается человеком, так или иначе стремится к благу. Это предполагаемое благо, оно не обязательно настоящее, реальное благо, действительное благо. Затем Аристотель говорит, так как практик много и целей много, мы можем предположить, что там, где есть разнообразие, там есть иерархия, а значит, есть высшая цель и высшая практика. Эта высшая цель называется благо, чтобы под ним не подразумевалось. Эта высшая практика – политическая наука или политическое искусство. Давайте ограничимся политическим искусством, чтобы не вдаваться в разницу между искусством и наукой. Но давайте вдадимся коротко. Вы понимаете, что тот, кто занимается политической наукой, не обязательно практикует, а тот, кто занимается политическим искусством, обязательно практикует. Так вот, высшая деятельность – это политическое искусство. Аристотель доказывал это двумя способами. Способ номер один от общепринятого мнения, а именно очевидно, что политик стоит выше врача и выше военачальника, потому что политикой не управляет. Затем шло второе доказательство, а именно, что политика пользуется всеми остальными искусствами для достижения собственных целей, и потому стоит выше их. На этом мы остановились, но у Аристотеля есть третий аргумент, в пользу того, что политика есть высшее искусство. Даже если для одного человека благом является то же самое, что для государства, более важным и более полным представляется все-таки благо государства и достижение его и сохранение. Желанно, разумеется, и одного человека... И благо, не забывайте, все эти скобочки придется считать, кроме греческих. И благо одного человека, но прекраснее и божественнее благо народа и государства. Значит, это третий аргумент, и у него есть несколько замечаний. Замечание номер один. Аристотель, конечно, не говорит государство. Даже если для одного человека благом является то же самое, что и для государства. Аристотель говорит полис. Полис – это не государство. Полис – это буквально город или в переносном смысле страна. Вы понимаете разницу между страной и государством, я полагаю. Так вот, это благо для страны, не для государства. Второе замечание. Аристотель пытается нам доказать, что даже если деятельность государства и деятельность одного человека направлены на одну и ту же цель. Мы, забегая вперед, говорим себе, что мы знаем, что это за цель. Счастье. Целью отдельного человека точно является счастье. Аристотель говорит, что даже если целью государства, как и целью отдельного человека, является счастье, государство все равно стоит выше. Мы можем спросить себя, почему, и дать короткий ответ. Потому что общее благо выше частного блага. Общее счастье выше счастья отдельного человека. Однако ответ Аристотеля немножко другой. Мы должны перейти на страничку 378. Это политика, первая книга, 1252b, 25, 1253a, 1. У вас там нет политики, да? Нет, у меня нет. 8. Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодавляющего состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни. Итак, самодавляющее состояние буквально по-гречески авторкия. Значит, государство возникает для удовлетворения потребностей жизни, но существует для благой жизни. Иными словами, причина возникновения государства и цель его существования – это разные вещи. Подумайте, причина возникновения Фомки и цель существования Фомки – это одна и та же вещь. Причина возникновения государства и цель существования государства – это разные вещи. Отсюда следует, что всякое государство – продукт естественного возникновения, как первичное общение. Оно является завершением их, в завершении же сказывается природа. Ведь мы называем природой каждого объекта, возьмем, например, природу человека, коня, семьи, то его состояние, какое получается при завершении его развития. Сверх того, в существовании конечной цели состоит высшее завершение. Да. Государство достигает этой своей высшей цели, и потому государство является полноценным. Мы сразу должны подумать, при каких условиях человек становится полноценным, при каких условиях он достигает своей высшей цели, и совпадает ли это достижение высшей цели с достижением высшей цели государства. Иными словами, идеальное государство, достигшее своей цели, наполнено счастливыми людьми, достигшими своей цели. И второе. Человек, достигший своей цели, то есть полностью реализовавший свою природу, это человек авторкичный, самостоятельный, независимый, несвязанный. Будет ли Аристотель говорить об авторке человека в этике? Да, будет. В последних книгах точно и подробно, а в первых книгах в общих чертах, но обязательно будет. Значит, счастливый человек, полноценный человек, это независимый человек, несвязанный человек, человек авторки. Я снова возвращаюсь к тому, что говорил в прошлый раз о политике. В политике подразумевается, что подлинно счастливым может быть только один тип людей, и этот же тип людей может быть подлинно независимым. Прочтите следующий образ, пожалуйста, чтобы нам было понятнее, чем дать речь. Из всего сказанного явствует, что государство принадлежит к тому, что существует по природе, и что человек по природе своей – существо политическое. А тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, живет вне государства, либо недоразвитое в нравственном смысле существо, либо сверхчеловек. Либо сверхчеловек. Ну, понятно, Аристотель не употребляет слово «сверхчеловек», его еще не существует. Либо выше, чем человек, выше человека. Вне государства могут жить люди, подобные зверям, но таких не существует, как выяснится позднее. Его и Гомер поносит, говоря, без рода, без племени, вне законов, без очага. Такой человек по своей природе только и жаждет войны. Этого достаточно. Такой человек по своей природе жаждет войны. Независимый человек, человек автарки, всегда связан с какой-то войной. Мы сразу задаемся войной против кого? И 25 с 12. Да. Смотрите, второе замечание. Этот сверхчеловек выше, чем человек. Во второй раз называется божеством, когда Аристотель суммирует ранее сказанное. Это божество все время воюет? Он все время жаждет войны. Войны с кем? С собой. Нет, нет. Как можно воевать с собой? Аристотель же... С тем, кто не является ему подобным. То есть с низкими людьми. Это единственный вывод, который мы можем сделать. Человек автарки – это человек, который борется против людей простых, против зоон политикон, общественных животных, которые образуют государство. Человек автарки находится вне государства и противостоит государству. Конечно, для того, чтобы понять эту мысль дальше, нам пришлось бы прочесть первую книгу «Политики». Но достаточно спросить себя, в какой форме выступает борьба автаркичного человека или человека автарки с зоон политикон в обыденной жизни? А, вы имеете в виду, как он выглядит в обыденной жизни? А я думала, как он выглядит в боевых. Нет, вот именно. Он занят войной. Как выглядит эта война? Как называется эта война с точки зрения зоон политикон? Это преступление. Преступление, конечно. Иными словами, человек автарки с точки зрения государства выглядит как преступник. Тут есть миллион проблем. Хотя у меня есть частично на них ответы. Мы не станем давать их сейчас, потому что наша цель не политика, а этика. Что ж, мы должны вернуться обратно. Даже если для одного человека благом является то же самое, что для государства, более важным и более полным представляется все-таки благо государства, достижение его и сохранение. Теперь мы начинаем сомневаться в этом утверждении. Но это не страшно, потому что мы снова напоминаем себя целевой аудитории этой работы. Желанно, разумеется, и благо одного человека, но прекраснее и божественнее благо народа и государства. Да. Благо народов и стран. Стран. Смотрите, сначала Аристотель говорит, что благо страны выше, чем благо отдельного человека. А потом говорит, что выше, чем благо отдельного человека находится благо народа и стран. С чего здесь появляется народ? Откуда он здесь? Значит, в оригинале народ – это, конечно, не демос. Народ – это этнос. Этнос и полис. Когда мы видим различия, когда мы видим множественность, мы тут же должны задать себе, какой вопрос? Что находится в центре? Нет. Нет. Конечно. Что выше, этнос или полис? И, к счастью, у нас есть комментарии от Фома Акринского, о котором я говорил вам в прошлый раз. И Фома говорит, что этнос стоит выше, чем полис, потому что этнос может составлять несколько полисов – народа и государств. Благо этноса выше, чем благо полиса. Благо народа выше, чем благо страны, потому что этнос шире, чем полис. Да. Страна не может включать себе несколько народов? Несколько народов? Да. Нет, с точки зрения грека ни в коем образе. Все приезжие. А, мы говорим полис тогда. Да, да, да. Я сказал страна, чтобы вы понимали не в смысле, что это территория, а в смысле, что это не государство, не аппарат, не машина. А если происходит ситуация, при которой для того, чтобы народ дальше мог пользоваться благом, в настоящий момент ему своим благом нужно пожертвовать ради страны? Ради страны? Да. Нет, если благо народа выше, чем благо страны, то это бессмыслица, то ваше предложение бессмыслица. Невозможно пожертвовать большим ради меньшего. Никто не станет этим заниматься. Нет, ну, мы жертвуем чем-то сейчас для того, чтобы в дальнейшем... Нет, смотрите, иными словами. Мы об этом поговорим. Значит, иными словами. Можно ли уничтожить страну, чтобы сохранить народ? Если благо народа выше, чем благо страны, ответ, конечно, да. Нацистская Германия должна умереть, чтобы немецкий народ мог сохраниться. В такой формулировке, я думаю, никто не будет спорить с данным утверждением. Итак, настоящие учения, как своего рода наука о государстве, имеет это, то есть достижение и сохранение блага государства своей целью. И тут Аристотель признается нам в целевой аудитории книги. Целевая аудитория направлена не для политиков, не тех, кто практикует политикотехне, а тех, кто занимается политической наукой. А именно для законодателей. И учителей-законодателей. Вы понимаете снова разницу между учителями-законодателями и законодателями. Законодателям нужно что-то делать. Учителям-законодателям не нужно делать ничего. Рассуждение будет удовлетворительным, если удастся добиться ясности, сообразный предмет, подлежащему рассмотрению. Аристотель обращается и начинает говорить о той манере, в которой он будет обсуждать данный предмет. Ясность – это его цель. То есть он должен быть понятным. Не обязательно логичным, не обязательно четким, не обязательно стройным, но обязательно понятным. Ведь не во всех рассуждениях, так же, как и во всех изделиях ремесла, следует добиваться точности в одинаковой степени. Вот. И, естественно, вы видите, что всякий студент мог бы задать Аристотелю вопрос. А почему ясность, а не точность? И Аристотель в задании отвечает на этот вопрос. Не везде можно достичь одинаковой точности. Точность рассуждения зависит от предмета. Уровень точности не должен быть максимальным всегда. То есть Аристотель говорит нам, что в случае политической науки невозможно прояснить все до конца. Невозможно все до конца сделать четким и понятным. То есть невозможно расписать, вы понимаете, да, как в случае закона, невозможно расписать все случаи, которые только можно, и назначить за каждый случай определенный срок. Именно поэтому в уголовных кодексах всех стран каждый раз наказание звучит как не три года лишения свободы, а от трех до семи. Или от трех до пяти с конфискацией. Или от трех до пяти с, я не знаю, там, с общественными работами. Общественные работы от 16 до 36 или там до 70 часов. И так далее. Потому что физически невозможно точно прописать каждый возможный проступок, а также меру, в какой этот проступок был осуществлен, и назначить под каждый проступок и каждую меру каждого проступка строго определенную меру наказания. Это проблема, которая сейчас крайне активно обсуждается и крайне активно проявляется. За одно и то же преступление, например, за поимку с хранением двух или трех граммов кокаина. Вы можете сесть пожизненно, а можете не сесть вообще. Помните, я апеллирую к недавней новости о том, что некая известная актриса была поймана. Ничего не было назначено. Потому что в законе написано буквально следующее. Если подсудимый признал свою вину и возместил ущерб. Что говорит адвокат? Адвокат говорит, что после того, как ее поймали, она перевела 30 тысяч рублей в детский фонд. Это и есть возмещение ущерба, потому что жертвы, строго говоря, нет. Некому возмещать ущерб. Поэтому возмещение ущерба сугубо символическое. Что говорит судья? Вы попадаете в статью, вы возместили ущерб. Никто не пострадал. Я вас отпускаю. Значит ли это, что каждый закладчик должен немедленно переводить деньги, как он, да, на фонд «Подари жизнь» или фонд «Дикой природы», как только он видит полицейских? Нет. Потому что, скорее всего, он сядет по жизни. И этот случай показывает нам более глобальную проблему, проблему коррупции. Судья, имея в руках вот такой люфт, на самом деле бесконечного размера, может сделать с любым человеком в зависимости от его собственных судьи предпочтений и возможной коррупционной составляющей все, что угодно. Иными словами, сам предмет политической науки, именно как законодательной науки, делает реальное государство нечетким, неясным, не с определенными критериями. Оно всегда будет плавающим. И Аристотель не только говорит об этом, он также говорит, что он обязывается это учесть. Аристотель прекрасно осознает всю сложность проблемы. Это вам не геометрия и не математика, чтобы все было четко и ясно. В лучшем случае все будет понятно. Между тем, в понятиях прекрасного и правосудного... Значит, всегда давайте заменять прекрасное и правосудное. Я в прошлый раз говорил о правосудном, и очень был расстроен этим. На справедливость. Правосудность – это справедливость, дикайсюная. А прекрасное – уже знакомый вам термин «колонн». Это красивое слэш благородное. Помните ксенофонта? Когда начинается разговор о «колонн» о благородном... А? В айтизе? Нет, 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 нет. В меморабиле. Он начинается, когда Сократ начинает говорить с будущими политиками. Политика и прекрасное слэш благородное связаны. Те, кто жаждут прекрасного у ксенофонта – это все те, кто рвутся в политику. Они, конечно, как вы помните, абсолютно неправильно это делают. В смысле их там быть не должно, всех кроме одного. Но... И там еще есть шутка про Феодоту, которая сама по себе прекрасна. Она не рвется в политику. Но это представление классической политической философии о том, что прекрасное и благородное связано не с телесной красотой и душевным благородством, а связано с политикой, никуда не девается как у Аристотеля, так и у ксенофонта. Между тем... Между тем, в понятиях благородного и справедливого, которые, собственно, имеют в виду наука о государстве, заключено столько разного и расплывчатого, что начинает казаться, будто все это возможно только условно, а от природы этого нет. Да. И Аристотель говорит, когда... Это вечная проблема классической политической философии, с которой отчасти она и начинается. Это одна из крупнейших проблем классической политической философии уж точно. Когда мы смотрим на себя, мы видим, что у нас есть, например, наказание за непочтение к богам. У нас есть закон о том, что, да, нечестивость, она наказывается. Смотрим на египтян, а у них такого закона нет. Смотрим на персов, а у них вообще никакого закона нет. И мы начинаем задаваться вопросом, почему, если везде как бы государство, если везде политика, как так получилось, что везде абсолютно разные законы? То есть почему разный строй? Понятно, их ведь ограниченное количество. Всего 3,6. А законодательств и тех тем, которые законы затрагивают, их бесконечное множество. И мало того, что их бесконечное множество, они еще решаются по-разному. То есть в нацистской Германии тот, кто убил еврея, будет награжден. В Советской России тот, кто убил еврея, сядет. В Советской России тот, кто начал спекулировать и заработал много денег, сядет. В нацистской Германии тот, кто начал спекулировать и заработает много денег, будет хорошо жить. И возникает ощущение, что все, что связано с законами, все, что связано с политикой как с законами, искусственно. Что все законы есть результат конвенции. Что государство есть результат конвенции. И потому оно такое разное, и потому у него столько возможных вариантов. Но если это есть результат конвенции, то возникает вопрос, а на каких основаниях эта конвенция может быть заключена. Иными словами, как доказать, что наши законы лучше, чем законы нацистской Германии? На каком основании? На природном основании. Если государство это только конвенция, ничего связанного с природой не может быть аргументом. Исходя из счастья каждого отдельного человека. Мы уже выяснили, что счастье всех больше, чем счастье одного. Но тогда бы получилось следующим образом. В Советском Союзе есть консулагеря и тюрьмы. Значит, часть народа несчастлива. В нацистской Германии есть консулагеря и тюрьмы. Значит, часть народа несчастлива. Что же у нас дальше идет? Математика. То есть, каждые два месяца социологи проводят опрос индекса счастья. И, соответственно, если у нас высокий индекс счастья, то значит, мы хорошее государство. А если низкие, то значит, плохо. Аристотель говорит, и классическая политическая философия вообще говорит, нет, в такой ситуации ничего сделать невозможно. Если мы живем только по соглашению, только по конвенции, мы живем в ситуации постоянных изменений, и у нас все плавает. Ни за что нельзя схватиться. В такой ситуации, конечно же, поиск истины невозможен, потому что конвенция никакой истины не подразумевает. Именно поэтому классики с самого начала обращаются к исследованию природы. И именно поэтому в первой книге политики, которую мы только что считали, прямым текстом сказано, что государство абсолютно естественно. Ну, тогда мы спросим себя, хорошо, государство абсолютно естественно. Что же получается, что все законы в государстве тоже естественны? Чего же они тогда разные? Что у нас есть разные люди? В смысле, есть развитые народы, у которых хорошие законы, у хорошего государства. А есть отсталые народы, у которых плохие законы и плохое государство. Нет, Аристотель не настолько категоричен. Я в прошлый раз говорил все время, что Аристотель принижен, я хочу поправиться, он приземлен. Именно поэтому Аристотель, с одной стороны, абсолютно согласен, что законы есть результат действия человеческого разума. Но отталкиваются эти действия от незыблемой константы природы. Поэтому в государстве есть как естественные элементы, так и элементы конвенциональные, элементы искусственные. Такая же своего рода расплывчатость заключена в выражении блага, потому что многим от благ бывает вред. Достаточно. Благо тоже расплывчато, но благо, естественно, не конвенционально. Как решить эту проблему? Если многие, точно так же, как существует миллионы разных законов, иногда противоречащих друг другу, существует миллион представлений о благе, иногда противоречащих друг другу. Как же быть здесь? Нельзя же сказать, что благо тоже частью конвенционально, а частью естественно. Аристотель, естественно, отвечает очень простым образом. Благо естественно. И существует только одно благо. А множество благ – это на самом деле множество предполагаемых благ. Проблема с благом – это не проблема конвенциональности. Проблема с благом – это проблема ясного понимания, отсутствия знания, что есть благо. Ведь известно, что одних сгубило богатство, других – мужество. Мы видим, что благо не может заключаться просто в одной из добродетелей, просто в богатстве или просто в мужестве, просто в умеренности, просто в щедрости, что благо предполагает нечто большее, чем это. Нам нужно, чтобы понять эту мысль, нам нужно перейти к меморабилии 4.2.31.36, где Сократ говорит своему ученику Евфидему, ученику в кавычках, конечно, о той же самой проблеме. Вы сможете открыть меморабилию? 4.2.31 – это, предполагает, четвертая книга, вторая глава, параграф 31. Это очень интересное рассуждение Сократа. «Так вот, – отвечал Сократ, – что такое добро и зло? Думаю, ты знаешь в совершенстве. Клянусь, Зевсом да, – отвечал Евфидем. – Уж если я этого не знаю, я был бы хуже всякого раба. Ну тогда объясни, – мне сказал Сократ». Не мудрено это, – отвечал Евфидем. Прежде всего, само здоровье я считаю добром, а болезнь – зло. Да, добро и благо – это же одно и то же, да? А затем из предметов, являющихся причиной того или другого, как, например, шитьё, пища, образ жизни… Питьё только. Питьё, да. Те, которые ведут к здоровью, я считаю добром, а которые к болезни – зло. Значит, так же и здоровье, и болезнь, когда они являются причиной какого-нибудь добра, будут добром, а когда причиной зла – злом. Вы видите, да? Евфидем понимает, всё, что ведёт к благу, так же является благом. И Сократ говорит, значит, болезнь, если она ведёт к благу, так же является благом. Но тогда же, – возразил Евфидем, – здоровье может стать причиной зла, а болезнь – добра. Ага, и смотрите, как это интересно. Тогда, клянусь Зевсом, отвечал Сократ, когда люди, принявшие участие благодаря своей силе в каком-нибудь позорном походе, вредном морском предприятии и тому подобное, погибают, а оставшиеся дома по случаю слабости бывают целыми. Верно, согласился Евфидем. Да, и смотрите-ка, значит, здоровье – это не благо по умолчанию. Здоровье – это не благо само по себе. Здоровье – только относительное благо. Верно, согласился Евфидем. Однако, как видишь, и в полезных предприятиях одни принимают участие благодаря своей силе, другие по случаю слабости остаются дома. Да, слабость – это тоже не благо по умолчанию. Если так, – отвечал Сократ, – то на каком основании такие вещи, которые то полезны, то вредны, считать добром, а не злом? Клянусь Зевсом, никакого основания для этого не видать. Так, по-твоему, выходит. Ну уж, ум, Сократ, бесспорно, благо. Да, и так, Сократ, заметьте, клянётся Зевсом и говорит, «Если так думать, то получается, что никаких безосновательных, нерелятивных благ не существует. Все блага относительны». И Евфидем, как ученик Сократа, естественно, прибегает к единственному возможному ответу. Ум или мудрость определённо должна являться бесспорным благом. Благом, которое нерелятивно, неотносительно. Ну уж, ум, Сократ, бесспорно, благо. Разве есть такое дело, которое умный не сделает лучше, чем невежда? Как так, сказал Сократ? А историю с Дедалом разве ты не слыхал, как его захватил Минос за его ум, сделал своим рабом, лишив при этом и Родины, и свободы? Как Дедал при попытке к бегству вместе с сыном потерял сына? Да и сам не смог спастись. А его занесло ветром к варварам, и он опять служил рабом-то? Да, к Ленузевсам. Есть такой рассказ, отвечал Евфидем. А что вытерпел Пуламет, не слыхал? Про него все поэты говорят, что Одиссей погубил его из-за зависти к его уму. Да, и такой рассказ есть, отвечал Евфидем. А сколько других, как ты думаешь, насильно увидено к персидскому царю вследствие их ума, и им пришлось быть там в рабстве? Вполне несомненное благо, Сократ. Это по-видимому счастье, сказал Евфидем. И разум тоже, мудрость тоже не является безотносительным благом, потому что мудрый может попасть в адскую ситуацию именно вследствие своей мудрости. И тогда Евфидем бежит к аристотелевскому ходу. Счастье есть благо. Да, Евфидем, отвечал Сократ, если не составлять его из сомнительных благ. И Сократ говорит, отлично, счастье – это благо, но счастье достигается каким-то путем, путем получения каких-то благ. Но не бывает безотносительных благ. А значит, счастье не может быть безотносительным. А что может быть сомнительным из того, что делает счастье? Даёт. Даёт счастье, спросил Евфидем. Ничего, отвечал Сократ, если только мы не будем относить к нему красоту, силу, богатство, славу и тому подобное. Нет, клянусь с Зевсом, будем относить, отвечал Евфидем. Какое же счастье может быть без этого? Значит, клянусь с Зевсом, отвечал Сократ, мы будем относить к счастью много такого, что доставляет людям массу неприятностей. Многие вследствие красоты развращаются людьми, которые сходят с ума от страсти красивым мальчикам. Многие вследствие силы берутся за дело, превышающее их силу, и впадают в немалое несчастье. Многие вследствие богатства становятся избалованными, делаются жертвой интриг и погибают. Многие вследствие славы и влияния в государстве терпят большие беды. Этого достаточно. Счастье на чем-то основано, оно основано на каких-то благах, но не бывает безотносительных благ. Следовательно, счастье само по себе тоже не может быть безотносительным. Аристотель подтверждает эту мысль. Само по себе мужество, само по себе богатство, сама по себе уверенность не может вести к счастью, не может быть благом. Именно по этой причине. Иными словами, к любой добродетели должно прибавиться что-то еще, что-то абсолютно внешнее для нее. Давайте вернемся к примеру Ксенофонта. Чтобы мудрый был счастлив, он должен быть свободен. Но если его мудрость зависит только от него, его свобода не зависит от него. Его свобода внешняя по отношению к нему. Чтобы быть счастливым, скажет Аристотель, надо иметь полноценную семью. Жену, детей, родителей. Которые при этом также будут обладать некими благами. Здоровьем, богатством, красотой. Иными словами, счастье, о котором говорит Аристотель, тоже целиком и полностью зависимо от этих внешних, абсолютно не связанных с человеком благ. Моральная добродетель находится внутри нас. Но условия, при которых она проявляется, находятся вне нас. Соединить две эти вещи, как говорят на тостах, чтобы желаемое совпадало с возможным, вот оно счастье. Но это совпадение снова не зависит от нас. Иными словами, кажется, что частью науки или политической науки, или если хотите, частью искусства достижения счастья, будет обретение и удержание внешних благ. Счастливый не столько будет озабочен своей добродетелью в первую очередь, сколько должен быть озабочен условиями, которые дают возможность эту добродетель проявлять. Проще говоря, бедный не может быть щедрым, а значит, бедный не может быть счастливым. Ребенок, естественно, не может быть щедрым, не может быть великолепным, не может быть мужественным, вряд ли может быть умеренным и так далее, и так далее, и так далее. потому что ребенок беден, глуп, недоразвит и тому подобное. И, естественно, он тоже не может быть счастливым. И эта ситуация, кажется, говорим о себе, распространяется практически на все моральные добродетели. Не значит ли это, что политическая наука, как наука и затем уже как ее проявление, как искусство, должна будет в первую очередь обеспечивать благосостояние, а только потом принуждать вести себя соответственно, то есть добродетельно. В политике Аристотель описывает идеальное государство как государство одинаково богатых людей, в смысле одинаково не бедных людей, в смысле среднего класса, потому что большое богатство ведет к проблемам, а маленькое богатство не дает вам быть счастливым. Поэтому идеальное государство – это государство среднего класса. Сюда же входят и способности этих людей. Они тоже средние, потому что слишком много ума делает человека несчастным. Говорим о себе, цитируя нашего классика. Но я хотел бы, чтобы эта мысль осталась у вас в памяти. Значит ли это, что государство в первую очередь должно заботиться о благосостоянии населения, и только во вторую очередь о его счастье? Потому что очевидно, что без некоторых внешних благ никакая добродетель не сделает человека счастливым. Или это обратная ситуация? Сначала мы делаем людей добродетельными, а потом уже думаем об их благосостоянии. И позвольте мне проиронизировать и сказать вам, что в 20 веке и даже немножко в 21 веке оба этих подхода были испробованы. Тоталитарное государство считало, что сначала надо сделать людей добродетельными, а потом заботиться о внешних благах. А капиталистическое считало, что сначала надо позаботиться о внешних благах, а потом уже иметь возможность сделать людей добродетельными. Я говорю капиталистическое, но лучше сказать либеральное, потому что и Гоббс, и Локк с самого начала будут говорить о том, как обеспечить человека базовыми благами для возможной жизни. Гоббс о том, как обеспечить человека базовыми благами для того, чтобы он просто жил. Локк, чтобы он комфортно или комфортабельно жил. Но это значит, что с одной стороны либеральное государство полностью забывает о добродетели. Мы видим, если хотите, такой немного пропагандистский язык, постоянное моральное разложение либерального государства. А с другой стороны, если мы ищем оплот морали, нравственности и высоких ценностей и смотрим на тоталитарное государство, то вместо счастливых людей мы находим там полунищих, полумертвых, полуголодных, которые при этом еще пытаются изображать из себя добродетелем. Щедрых, добрых, величественных или великих, умеренных и тому подобное. Какая из этих двух систем лучше? Очевидно, никакая. Ну понятно, по сравнению с идеальным государством, никакое государство не никакое. Какой из двух подходов кажется вам наиболее продуктивным? Мне лучше либеральный кажется. Ну да. То есть вам нравится деградация? Нравится деградировать? Мне нравится, что государство сначала обеспечит всем материальным и потом уже на этой основе пирамиды потребностей по маслу. То есть без палки не получается добродетель-то вводить? А как только появляется палка, сразу исчезает либеральность. Но разве та же палка не делает из человека аморальное существо? С точки зрения Аристотеля делает моральное. Закон заставляет вас, вбивает в вас привычку поступать определенным образом. Поступать определенным образом и есть поступать добродетельно. Но весь закон это конвенция. Мы договорились. Любая конвенция не ведет к истине. Нет, нет, нет. Именно поэтому Аристотель говорит, что очевидно, здесь должна быть какая-то природная часть. Значит, вы за деградацию. Кто за бедность и полумертвячество? Я не за деградацию. Как это? Нет, я не за деградацию. За деградацию? Я считаю, что оно не деградирует в таком случае. Я думала, что нет. Но вы можете привести конкретный пример? Конкретный пример конкретного разложения в таком обществе, где все материальные потребности удовлетворены. Хорошо, конечно. Да сколько угодно. Давайте. Наркотики, например, в Голландии. И что? С точки зрения Аристотеля, одурманивание самого себя, лишение самого себя разумности – это, естественно, ничего хорошего. Те, кто принимают там наркотики, едят пончики из гаши, шоком и исчез. Ну и какая разница? Ходят на улицу, не убивают, не крабят, никому вреда не приносят. А мы говорим о моральных добродетелях. Мы не говорим о принесении вреда другому сейчас. И опять-таки, да. А какие там моральные добродетели не соблюдены? Гигантский список. Первое, которое не соблюдено, это, естественно, разумность. Давайте даже говорить не про разумность, а про фронесис. Под кайфом у вас фронесиса нет. А значит, вы в принципе не можете быть добродетельными, потому что фронесис необходим для того, чтобы знать, как поступать в данном конкретном случае. Хотите, возьмем чувство юмора. Очевидно, пьяный человек или человек, находящийся под кайфом, не понимает, когда можно шутить, а когда нельзя. И как можно шутить, и как не нужно шутить в конкретной кампании. Банально, потому что он вообще ничего не понимает. Ну, не получается так, что мы возводим как-то это в абсолют, потому что, ну, по идее, в либеральных государствах могут быть запрещены наркотики. Но от этого государство не становится, ну... Хорошо, давайте по-другому. Либеральное государство, оно заботится о вашем богатстве. Но не в том смысле, что оно вам деньги раздает, очевидно, а в том смысле, что оно говорит, капиталистическое предприятие здесь, пожалуйста, сколько угодно. Не ведет ли это к проявлениям и стимуляции жадности, которая является антиподом щедрости? Вот тот капиталист, которого мы в прошлый раз обсуждали, который не дает, значит, лекарства от ВИЧ, чтобы заработать как можно больше денег, либеральное государство не может его наказать, потому что он ровно в парадигме либерального государства существует. Нужны же внешние блага. Мы бы могли сказать, что частью правильного поступка, частью добродетели, также является банальный выбор профессии. Но в либеральном государстве вы выбираете профессию не потому, что вам нравится и потому, что вам подходит, а потому, что приносит больше денег. Или, что еще хуже, потому что у вас другого выбора нет, вас больше никуда не возьмут, кроме как в пятерочку. Почему вы не рассматриваете эту ситуацию, если я выбираю профессию полимфи, зная, что эта профессия как раз-таки оплачивается нормально, а не как в России? Да, это замечательно, но таких счастливых случаев, а это именно счастливые случаи, единицы. Но мы же говорим про то государство, которое удовлетворяет все материальные же крепости, следовательно все профессии в этом государстве оплачиваются достойно. Нет. Как-то нет. Еще раз, государство, либеральное государство, чтобы обеспечить материальное благосостояние людей, никому деньги не задает. Оно говорит, капитализм, вот он все исправит. Да, но если ты будешь работать, то у тебя будут деньги. И здесь ты работаешь, денег все равно их нет. Я понимаю. И снова, вы работаете, чтобы зарабатывать деньги, а не чтобы быть счастливой. Я выбираю профессию по любви. Это нереальная ситуация ни в одном либеральном государстве практически. Это в Советском Союзе, если вы любите быть врачом, вам реально дадут нормальную зарплату. Вне Советской России, если вы любите быть врачом, точно так же, как в Германии, или во Франции, или в Англии, или в США, если вы любите быть врачом, то придется просто подворовывать и брать взятки. Ну, не получается. Ну, то есть я правильно понимаю, что каждый, вне зависимости от того, кем он работает, должен получать сумму, которая удовлетворяла бы их потребности, то есть достойные деньги для существования. В случае тоталитарной системы и практики тоталитарных систем получалось так. Мы очень заботимся о вашем моральном облике, а денег мы вам даем столько ровно, чтобы вы выжили, чтобы вы не умерли с голого. Нет, я про либерализм. Ну, про капитализм. Еще разочек. Вы говорите про универсальный базовый доход, да? Ну, типа того, правда. Нет, нет, нет. Наоборот, к той же самой деградации, потому что, по идее, человеку не будет разницы работать ему врачом или, не знаю, подметать улицы, если он, в принципе, получает достаточный денег для того, чтобы обеспечивать себя настольную жизнь. Да, хорошо. Давайте представим это немного иначе. Представим себе то самое государство, которое обеспечило универсальный базовый доход. Аргумент от деградации будет следующий. Аристотель уже говорил нам, и еще скажет нам не раз, добродетель требует усилий. Для того, чтобы просто дышать, просто есть, просто спать, усилий прилагать не нужно. Поэтому государство, которое не учит вас прилагать усилия над собой, это государство, которое учит вас деградировать. Государство, которое просто выдает вам необходимые блага для жизни, не учит вас прилагать усилия. Оно учит вас, да. Но ведь государство, которое вырабатывает нас привычками к добродетели, как раз не составляет нас прилагать усилиям в дальнейшем. Привычка не требует усилия. То, что привычное, не требует усилия. Это хорошее замечание. Давайте я попробую на него ответить. Когда привычка становится привычкой, она уже не требует усилий. Но требуется невероятное усилие для того, чтобы хорошее поведение, нравственное поведение стало привычкой. Более того, вы можете, конечно, сказать, что она не требует усилий, но требует усилий не она, а ее поддержание. Давайте я переформулирую это. Нет более хрупкой вещи, чем железная дисциплина. Потому что стоит один раз ее нарушить, она исчезла. Сама привычка, давайте согласимся на этом, происходит только путем постоянных усилий не цепи. Очевидно, что на это уходит не один год и не два. А так как домродетелей много, а не одна, тут одну-то в себе выработать сложно. А уж все, как по списку, еще более тяжело. Но когда человек становится настолько совершенным, что привычки в нем уже работают автоматом, да, наверное, это больше не требует усилий. А даже если вы имеете естественную предрасположенность к добродетелям, если вы не заставляете себя с самого начала, то никакой привычки не выработается. Либеральное государство не заставляет вас быть морально и нравственно полноценными. И в этом смысле вопрос моральная деградация, а давайте не нужно приводить примеров, вы просто телевизор включите или там ютуб западный, чтобы увидеть, что такое общество достатка и довольства. Чем занимаются люди, когда у них оказывается полный достаток и довольство? Науками, искусством и культурой? Да, у нас даже есть такой пример, в институте философии. Нет, подождите, у нас в институте философии бедности, да, не богатства. Этим или они занимаются эпик милл таймом, да, то есть поеданием множества тысяч калорий, бесконечными развлечениями, получением дешевых телесных удовольствий, прыжками с парашютом, катанием по всему миру, вот этим всем. Есть такие люди, которые способны к самодисциплине. Такие люди, которые умеют себя заставлять даже тогда, когда нет внешней палки, но их меньшинство. И мы возвращаемся к нашей науке политики. Благо большинства выше, чем благо единиц. Да. Смотрите, у нас нет никакой гарантии, что бедняк при тоталитарном режиме будет стремиться к духовным блокам. У нас есть гарантия, она называется государство. Огромная тоталитарная машина, которая за ним следит, которая все время рядом с ним стоит, которая говорит а-та-та-та-та, когда он что-то не так говорит. Давайте будем честными, но на практике все равно есть эти люди, которые не хендят. И снова вопрос, их меньшинство или большинство. Ну вот смотрите, то же самое, что нам и либеральная жизнь не дает гарантии, что эти люди, обеспеченные всеми материальными благами, будут стремиться к духовным. Наоборот, он скорее гарантирует, что они не будут. Примеры показывают нам, что есть те, которые будут. И снова, меньшинство и большинство. Политика основана на большинстве, не на меньшинстве. Общая блага выше частного блага. Я все жду, кто же выступит наконец-то за бедность, а то за деградацию мы тут только выступаем. Частья счастливым человек может быть только в тоталитарном государстве. Нет, потому что счастье требует не только наличия добродетели, но и внешних благ, которые тоталитарное государство не просто не обеспечивает, но отказывается обеспечивать и активно вас отнимает. Но тоталитарное государство при этом может говорить, что пока человек не выработает те или иные добродетели, материальных благ никаких не будет. Но решать, когда эти добродетели будут выработаны, снова будет тоталитарное государство. Да, если создать государство, в котором просто будет действовать метод кнута и пряника, из добродетельного поведения человеку будут давать определенные блага, которые помогут им быть счастливым. Такой эксперимент в Китае недавно пытались ввести. Называется он, если мне не снять память, социальный капитал. Social credit по-английски. Когда, если вы не перебегаете дорогу в неположенном месте, если вы говорите спасибо социальному работнику или в кафешке и так далее, вам начисляются баллы. А если вы, значит, перебегаете дорогу в неположенном месте, там мелкие преступления какие-то совершаете, невежливые, там толкаете плечами прохожих, то ваш социальный капитал падает. В определенном моменте государство начинает отказывать вам в базовых условиях, например, в полетах на самолет, например, в медпомощи мелкой, например, в предоставлении вам скидок на газ, на электричество и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Невозможно быть 24 на 7, зная, что за тобой все время следит большой брат, все время вот таким благостным. Иными словами, давайте по-другому. Помните, в чем проблема со спартанцами? А не только Фитя, помогите. Конечно! Спарта падает, потому что Ликург знает, что нет, государство не может заставить человека быть добродетельным, только внешне добродетельным. То есть лучшее, чего может добиться большой брат, это что вы на публике будете вести себя хорошо. Но это автоматически означает, что дома-то вы будете вести себя прямо противоположным образом. И что тренировать вас будут не в добродетельности, а тренировать вас будут в том, чтобы камеры сбегать. Но, по сути, ведь человек дома не может совершить никакого... То есть он не может у себя ничего саму красть. Для жену вы можете свою испить? Да сколько угодно. Более того, съесть коалу или съесть кузнечика редкого. То есть вы его поймали, никто этого не видел, вы дома к домой пришли и съели. Ликург, чтобы этого не допустить, все обеды сделаны публичными. И то у него не получилось. Хорошо, да. Значит ли это, что мы не можем вырубить человеку привычку? Можем быть. Если мы понадобили везде камеры. И придем только к тому, что этих камер будут избегать. Мы не можем им не воспитать привычку? С помощью камер нет. В случае чего? Вот это и проблема Аристотеля, которую он пытается решить этой книгой. У нас всего два способа. Позитивное подкрепление, но очень это подкрепление негативное. Либо он убил человека, чтобы он сержант мать. Либо мы его подкормили, чтобы он все аннарное. Но Аристотель предполагает, что ответ единственный, который в государстве есть, это закон. С помощью закон. То есть с помощью наказания. То есть у нас наказание не срабатывает. У нас социальный капитал, из-за которого он потеряет писать свои годы. Из-за которого мы потеряли вообще нам... В общем, все. Ладно, все, слишком круто. Ну, в защиту Аристотеля он про камеры не знает. Да. Не, ну закон же может не только запрещать, он может и поощрять. В античности все, что не разрешено законом, запрещено. Закон может что-то разрешать, но в этом смысле он повелевает. Я имею в виду именно поощрять. То есть не обязательно же человеку шумлять вновах. Можно при этом... Ну, как у нас, допустим, есть такая штука, как налоговые вычеты. Или там... Нет ведь налоговых вычетов за хорошее поведение. Нет, ну можно, не знаю, из-за достижений там в науке еще где-то получить скидку при, не знаю, совершении каких-то действий. Мы снова должны вернуться обратно к вопросу, ведет ли такое позитивное подкрепление к благу для большинства, или оно все равно работает только для некоторых небольшого количества людей. Но все знают, что если я буду себя хорошо вести, меня за это государство... Нет, вот вы же привели пример в достижениях науки, например. У нас есть премии, да? У нас есть там премия мэра Москвы есть. Ну понятно, что молодой ученый там может получить свои сколько там, 30 тысяч рублей или 20 тысяч рублей. Но она только для единиц. Но каждый может попробовать это сделать. То есть у каждого есть стимул пытаться... Вот позитивный стимул это снова возвращение к либерализму. У вас все хорошо, у вас есть большой дом, у вас достаточно денег. Вот теперь, когда у вас все есть, и у вас нет голода, нет холода, все в порядке. Вот теперь, когда у вас все есть, вы же можете попробовать стать лучше. Но мы видим прямо обратную ситуацию. Хорошо, нет, нет, давайте на этом остановимся, иначе мы никогда не пройдем даже через вторую страничку. Для меня важно, чтобы вы увидели проблему. Поэтому при подобных предметах рассуждений и подобных предпосылках желательно приблизительно и в общих чертах указать на истину. А если рассуждают о том, что имеет место лишь в большинстве случаев и при соответствующих предпосылках, то довольны уже и того, чтобы и выводы распространялись лишь на большинство случаев. Итак, у нас есть два предмета – благородное и справедливое. У нас есть третий предмет – благое. Мы автоматически понимаем две вещи. Давайте одну-то вы уже поняли. Ну-ну-ну. У нас есть три предмета – благо, справедливость и благородство или красота. Какие выводы имея вот это, мы уже можем... Можно говорить иерархию? Конечно, мы говорим, а, разнообразие ведет к иерархии, и, б, если это разнообразие, это значит, что справедливость – это не благо, и красота – это не благо. И, естественно, благо выше, чем справедливость и красота. Но справедливая в данной ситуации справедливость – это высшая добродетель, высшая нравственная добродетель, из чего мы делаем вывод, что благо явно выше, чем добродетель, то есть нравственная добродетель, а значит, благо выше, чем мораль. Аристотель снова повторяет, что все в политической науке довольно условно и не точно, не как в математике. Всегда будут исключения, всегда будут какие-то непонятные вопросы, которые нельзя решить заранее. И раз уж наш предмет примерный, рассуждение примерное, то и выводы из этого рассуждения будут примерными. Мы снова возвращаемся к нашей проблеме. А как же заявление о том, что надо метить выше, чем цель, чтобы попасть в цель? Значит ли это, что примерное рассуждение – это и есть попытка метить выше, чем цель? В каком смысле? Мы уже говорили с вами в прошлый раз, что Аристотель прекрасно понимает, что невозможен золотой стандарт, и что мы всегда должны сохранять люфт от золотого стандарта в одну сторону и в другую. Иными словами, даже если человек отклоняется от идеального мужества, мы не должны говорить, что он становится при этом сумасшедшим, преступлённым или трусом. Он всё равно остаётся мужественным, потому что идеального мужества, идеального баланса достичь невозможно. И Аристотель сохраняет эту тенденцию. Невозможно чётко говорить о таких вещах, как нравственные доброветели, о таких вещах, как политическое искусство и политическая наука. Можно только быть примерным, но эта примерность не означает, что мы двигаемся по всему спектру. Эта примерность означает, что мы берём какой-то участок спектра. Не точку на линии, а отрезок линии. И в этом смысле у нас всегда есть возможность двинуться вправо или влево, но только до определённого уровня, потому что дальше уже не доброветель, а порог. Конечно, таким же образом нужно воспринимать и каждое наше отдельное высказывание. Ведь человеку, образованному, свойственно добиваться точности для каждого рода предмета в той степени, в какой это допускает природу предмета. Одинаково нелепым кажется как довольствоваться правдоподобным рассуждением математика, так и требовать от Ритера строгих доказательств. Смотрите, Аристотель даже здесь играет в середину, потому что он указывает полюса. Строгое доказательство у математика, полностью нестрогое доказательство у Ритера. Математика и риторика – это разные уровни доказательств. Мы должны находиться где-то посередине между ними. То есть наши доказательства не должны быть такими строгими, такими чёткими и понятными, как математические, и не должны быть настолько расплывчатыми, общими и аллегорическими, как риторические. Это не значит, что мы не можем пользоваться приемами математики, будем, и риторики, то есть, например, просто сравнений или примеров, будем. Это значит, что мы должны постоянно лавировать между этими плюсами, не вкатываясь в один и не скатываясь в другой. Всякий, между тем, правильно судит о том, что в чем сведущ, и именно для этого он добродетельный судья. Это значит, что добродетельный в частном и образован примечательно к частному, а вообще добродетельный образован всесторонне. О, мы возвращаемся снова к восьмой книге политики, где прямым текстом говорится, что Карлос Кагатос или свободно рожденный должен изучать все предметы, но только немножко. Он не должен изучать все предметы досконально. Только образованный всесторонне может рассуждать о добродетели. И только добродетельный всесторонне может хорошо рассуждать о добродетели. Тот, кто образован широко, может. Тот, кто образован узко, не может рассуждать о многих предметах. Я думаю, не надо объяснять почему. Поэтому, когда вы видите, как на ТВ за суперполитических экспертов выдает врачей или там благотворителей или артистов, которые, напоминаю вам, совесть нации, когда они вдруг начинают говорить что-то связанное с политикой, вместо того, чтобы слушать их, нужно задаваться простым вопросом. Как узко образованный человек и узкодобродетельный человек? Потому что мы можем сказать, что у артиста есть профессиональные добродетели. Тоже чувство юмора. Вполне себе профессиональный добродетель артиста. Или, например, та же умеренность. Вполне себе профессиональный добродетель врача. Или тоже мужество. Вполне себе профессиональный добродетель военного. Как узкодобразованный и узкодобродетельный человек может судить о добродетели в широком смысле? Вот почему юноша – неподходящий слушатель науки о государстве. Он ведь не опытен в житейских делах. И смотрите, какой вывод. Учителя будущих законодателей не могут учить молодых людей. Платон давится пончиком, Сократ в гробу вращается в этот момент. Только и делал, что учил молодых людей. Ничем другим не занимался никогда. Соответственно, говорит, нет, специфика такая, что в нашей науке молодым людям не место, потому что они не могут серьезно судить о серьезных вещах. Банально потому, что они не образованы всесторонне. Ну, они вообще не образованы. Но они ведь только учатся. Конечно. Именно поэтому мы можем смело сказать, существует иерархия предметов. Есть базовые предметы, которым вас учат в школе. Когда вы становитесь всесторонне развитыми, тогда уже можно говорить о каких-то более серьезных предметах. Но в реальности что происходит? Когда вы становитесь всесторонне развитыми, Эта всесторонняя разность используется не для того, чтобы вы стали хорошими людьми, а для того, чтобы вы могли выбрать свою узкую специализацию, стать узко развитым и, то есть, неразвитым. Ну, это ведь естественно для современного общества. Нет, для современного общества мы снова должны сказать, что если это неестественно, то это неестественная точка. Это конвенция. Такое представление в образовании является конвенциональным. Ну, то есть определенный алгоритм, по которому… Да-да-да, так удобнее, и мы так решили. Аристотель же говорит, что, естественно, молодые люди не предназначены не только потому, что они не всесторонне образованы, но еще и потому, что им не хватает опыта и познания в целом. Мы теперь представляем себе, что Аристотель, учащий Александра Македонского, явно не учит его науки и политики. Аристотель, учащий Александра Македонского, это Аристотель, учащий чему-то другому, и не ясно чему. Вы должны понять, что вы из целевой аудитории исключены навсегда. Ну, до тех пор, пока не составитесь, да, как я. А ты с каких пор мы должны ставиться? То есть есть какой-то предел? Юноша – это человек, который еще не вошел в народное собрание как полноценный гражданин. Ну, это же конвенция. Почему мы решили, что человек в народное собрание в принципе, это не я, а не в 35-30 пор? Это хороший вопрос. Это действительно конвенция. Как либералы решат эту проблему? Как Гоббс и Локк будут ее решать? Гоббс скажет, ну, в какой-то момент, как бы, мы точно понимаем, что ребенок становится человеком. В какой-то момент. А уж в какой там, неважно, да? Мы там договоримся, пусть это будет конвенционально. А какой-нибудь спиноза скажет, не-не-не-не-не-не-не-не-не, ребенок сразу человек. Потому что человек ничем не отличается от животных. Ребенок – это человек. Так появляется ювенальная юстиция в современном либеральном государстве, да? Но если мы будем говорить о развитии науки, то, естественно, мы можем сказать, что у нас вполне может быть неестественная граница перехода из младенчества или из детства в юношество, когда мы, например, просто считаем количество синапсисов в мозгу. Батанга вас подключает в машине, там должно быть, типа, 30 или 300 миллионов нейронных связей. Это, кстати, очень хорошая идея, не потому что моя, а потому что как только вам становится 25 или 26, нейронные связи начинают разрушаться. Поэтому к старости у вас снова нейронных связей, как у младенца. Поэтому в старости можно сразу выключать после этого, да? Прошел последний тест в старости, и такой, ты снова негр станешь. Но Аристотель, естественно, об этом не думает. Понятное дело, вы можете отличить ребенка от юноши, а юношу от мужчины, а мужчину от старика. Не получится так, чтобы вы перепутали мужчину и отрока. И это та часть дофилософского знания, до научного знания, которое, я думаю, не вызывает у вас проблем, да. Но как они решали эту проблему? Почему у них там акма, потому что он впадает в 40 лет? Почему именно на 40? 40 это много, по-моему, это 34-35 акма. Я считала 40. Хорошо, я не помню, поэтому не буду спалить. Я точно буду спалить, может быть, у меня был сомнительный источник. Не-не-не, нормально, но-но-но. Ну, то есть, если, допустим, 40 лет, мы же прекрасно понимаем, что мужчина в 30-32 года может быть и образованнее, и талантливее, и физически... Здесь прям, то есть, естественно, не всякий взрослый может быть учеником политической науки. Это очевидно. Но здесь и сейчас речь идёт о тех, кто вообще не может быть учеником политической науки. И очевидно, что ребёнок и юноша не может быть учеником политической науки, не может изучать политическую науку. Банально потому, что его опыта не хватает. То есть 30 лет и 40 лет уже достаточно опыта. А в 15 еще наберное нет Разве это не вопрос Наработки? Ну то есть ты начинаешь Изучать политическую науку Лет в 20? Нет, невозможно Начать изучать политическую науку лет в 20 Потому что ты не можешь Участвовать в народном собрании То есть в этом вся проблема Не потому что ты не можешь участвовать в народном собрании Потому что у тебя недостаточно опыта и ты не образован всесторонне Всестороннее образование требует времени И набирание опыта Требует времени А ладно, я это упустила И это большое время. Ещё разочек. Вот почему юноша... Да, вот почему юноша неподходящий слушатель науки о государстве. Он ведь не опыт в житейских делах, а из них исходят и с ними связаны наши рассуждения. Кроме того, покорный страстям он будет слушать впустую. Вот ещё один аргумент против юношей. То есть без пользы, тогда как цель данного учения – непознание о поступке. И снова удар в Платона, Своя Шсократа. Знание не есть добродетель. Добродетель – это действие. Знание не делает вас добродетельным. Как Аристотель это себя рисует? Если бы Платон был прав, то действительно можно было бы учить юношей. Потому что знание есть добродетель. Просто передавая им знания, мы бы делали их добродетельными. Но это, очевидно, не так. Поэтому учить юношей нельзя. А нужно подождать, пока они наберутся опыта и смогут понимать, о чём идет речь. Ещё, пожалуйста, они все для нашей благодной страстям. Ну, это ж правда. Если они не покорны страстям, у них проблемы с биологией. Да. Да нет. Как это да нет? Да нет. Как это да нет? Хорошо. Ломан Геннадец. Игра в бисер. Нет. Ломаны мы не берём. Берите живых людей. Видели ли вы такого юношу, который бы не поддался буйству гормонов? Нет. Потому что нет таких людей, если они, конечно, действительно с ними что-то не так. Монахи. Они бы подвластны страстям. Господи, прости меня за то, что я помыслив плохо. Так и 40-летний тогда тоже бы властен страстям. Нет. Ну, понятно, что юноша подвластен страстям гораздо больше, чем 40-летний. Быть подвластен страстям широ значит, что он у нас сразу действует. Если это не действует... Нет. Хорошо. Хорошо. Давайте так. Очевидно, давайте мы переформулируем быть подвластным страстям, в гормоны заиграли. У взрослых людей гормоны не играют, потому что гормональный фон уже устоявшийся. А у юноши он только меняется. Ну и в принципе мы на график едем совсем другое. Как это? Ну, не совсем другое, но бывают же другие случаи. Какие другие? Да, 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 конечно. Еще раз. Мы не задаемся сейчас вопросом, кто должен изучать. Мы задаемся вопросом, кто точно не должен изучать. И юноши точно не должны. Потому что 10 из 10 юношей не могут мыслить головой, а мыслят гормонами. А как так вышло, что мы говорили о том, что для философа гораздо важнее мысли и знания, чем действия? А Аристотель, наоборот, говорит о том, что действия гораздо важнее, чем знания. Ладно, я так понимаю. Не-не-не, это хороший валидный вопрос. Значит, если коротко и снова. Аристотель не согласен с Платоном, что добродетель – это знание. Моральный добродетель – это всегда действие, это поступки. Никаких других вариантов нет. Быть морально добродетельным – это не значит лежать на диване и говорить, ой, смотрите, какой я смелый, потому что я знаю, что такое мужество. Быть смелым – это значит знать, когда не нужно бояться смерти, а когда нужно бояться смерти. И не просто знать, а одновременно еще и действовать. В соответствии с этим знанием. С этим пониманием даже, не знанием, а пониманием. Поэтому, естественно, мы говорили о том, что Аристотель занижает стандарты и говорит о нравственных добродетелях, а не о умственных добродетелях. Об этом речь пойдет в самом конце, и то только коротко. Нравственные добродетели действительно связаны только с действием. Неважно, впрочем, годами ли молод человек, или юноша нравом, ибо этот недостаток бывает не от возраста, а от того, что живут по страсти, и по страсти же преследуют всякую цель. А теперь вы видите, что Аристотель подумал о вашем возложении, и не просто подумал, а включил его, и снова показал нам, что наука довольно условная. Мы не можем четко сказать, все юноши, значит, на выход, а все старики, значит, оставайтесь. А вас, старики, попрошу остаться. Нет, есть такие старики, которым тоже надо уйти. Таким людям познание не помогает, так же, как невоздержанным, но для тех, чьи стремление и поступки согласованы с рассуждением, знать подобные вещи будет в высшей степени полезно. Итак, кто же эти те, для кого же эта книга? Мы понимаем, что это не молодые, это не те, кто не способен себя контролировать, это не те, кто неопытен, и те, кто не обладает базовым всесторонним знанием. Мы возвращаемся обратно к политике Аристотеля, к восьмой книге. Калос какатас имеет всестороннее образование, калос какатас явно не молод, и калос какатас опытен и способен себя контролировать. Значит ли это, что эта наука целиком сосредоточена на калокогате, то есть для того, чтобы изучать эту науку, надо быть частью калокогате. Но Аристотель не очень согласен. Калокогате есть результат этой науки, а не источник этой науки. Мы не знаем, кто именно должен быть включен в список учеников. Мы знаем, кто должен быть исключен. Почему мы не знаем, кто должен быть включен? Потому что у нас нечего пробить стаблик. Конечно, потому что Аристотель снова говорит, все довольно неясно, люфты, исключения. Но мы четко знаем, что если ты это, это и это демонстрируешь, то тебе на выход. Конечно же, речь идет о политическом знании, не о каком другом. То есть политическое знание – это знание не для всех вообще. Это знание для некоторых людей. Для каких – непонятно. Зато понятно не для каких. Не для молодых, не для неопытных, не для необразованных, не для неспособных подчинять собственной страсти. Политическое знание довольно специфическое. Мы бы не могли сказать то же самое, например, о медицинском знании. Напротив, современные школы меня поддерживают, потому что не только уроки биологии у вас есть, но и, например, уроки сексуального образования какого-нибудь. Не говоря уже про то, что вам обязательно объяснят, как там переломы лечить, в смысле править, что с ними делать, или что делать, если вы порезались ржавым гвоздем и так далее. То есть медицинское знание как раз для молодых, неопытных, необразованных и так далее, и так далее, и так далее, к примеру. Можем ли мы сказать, что точно так же любое другое знание, кроме политического, вполне может подходить, может иметь своей целевой аудитории таких людей. Да. У меня скорее есть подражение. Давайте. В школе, при чем желательно, никто не будет вас учнить делать операции на мозге. Нет, мы сейчас говорим всесторонне образованное. Всестороннее образование означает минимальное образование. То есть, конечно, никто не будет учить... Никакого политического знания. Да. Неужели? Да. Если мы под политическим знанием не поднимаем знания законов, а это не оно ни одним местом, потому что политическое знание – это знание, как создавать законы, а не знание самих законов, то нет. Мне кажется даже, что в современных школах экономику немножко преподают. Но в хороших, давайте я скажу, да? В хороших курсах общественного знания. Да, 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 да. И в этом смысле мы снова можем сказать, что, смотрите-ка, политическая наука и политическое искусство выше экономики именно потому, что государство сейчас считает возможным преподавать экономику, но не считает возможным преподавать политическое искусство. Ни один ребенок не может быть настолько молодым, чтобы не объяснить ему, что надо сохранять деньги, что есть такая штука, как налоги, что есть такая штука, как обмен валюты, что есть дебет-кредит, и тогда... Чёрт, я даже помню учебник советский, где про дебет-кредит было написано. Но ни одно государство не считает возможным начать рассказывать вам о политической науке. Но при этом о философии немного рассказывают. То есть какие-то совсем общие вещи. И это аргумент в пользу политической науки, а не в пользу философии. Да, да, да. Но о философии рассказывают, потому что философия не считается наукой. Теперь уже. Хорошо. А если, например, возникнет проблема такая, и человек всесторонний образованный, значит, человек образованный всесторонний, но поверхностный. Поверхностный, да. Неглубоко, конечно. А не возникнет ли тогда у такого человека мысль о том, что он может лезть в абсолютно все сферы, и не имея узкой специальности не будет непригоден обществу, и при этом будет считать себя достаточно? Если он будет плохо воспитан, вполне возможно. Но скорее мы видим, и я специально приводил вам пример, обратную ситуацию, когда узкоспециализированный человек вдруг начинает лезть во все сферы, говорит, ребята, я в своей сфере там, я нейрохирург. Я знаю, как нам устроить Россию. Ну как это, я же успешный, вот у меня от государства награды, вот я детей спасаю, что вы меня не слушаете. Или какой-нибудь артист говорит, вы знаете, вот сейчас я вам расскажу, как мы спасем страну. Серьезно? Я просто такого ни разу не встречала во всяком случае. То есть вы не слышали про доктора Рошаля, вы не слышали про Кирилла Серебряникова? Нет, про Кирилла Серебряникова. Ну вот, вот. Нет, про это-то я слышала. Ну вот, то есть обратный, как раз-таки просто широко образованный человек прекрасно понимает, что он ни в чем не разбирается серьезно. А узкоспециализированный человек считает, что он в своей области разобрался до конца, особенно если он супер-успешный. И значит, он в любой области способен легко разобраться до конца. Дмитрий Быков, который там и критикует вообще абсолютно... Так он же как раз узкий специалист. Он же блестящий литератор и блестящий поэт. То есть он в своей специальности очень узкой, языкознании и применении языка, добился гигантских успехов. Это живой классик. И вот теперь он говорит, так я в своих, я в любом разберусь. Я знаю, как нам обустроить Россию. То есть ваш пример, он в мою сторону, не в вашу. Будем считать, что о слушателе, о способе доказательства и о самом предмете для введения сказано достаточно. И смотрите, в конце Аристотель прямым текстом описывает темы начала первой книги. Быть может, это темы первой книги вообще? Это слушатель, способ доказательства и сам предмет. Для введения, говорит Аристотель, для начала. Быть может, потом они будут прояснены. Предмет точно будет прояснен. Мы о благе, счастье вообще-то будем разговаривать всю первую книгу. Способ доказательства будет прояснен самим фактом своего применения. Будет ли прояснен слушатель? Это серьезный вопрос.